Знаете, лучшим показателем того, что разработчики не стоят на месте, а главное учитывают свои предыдущие ошибки и промахи, является момент, когда их новая игра берет все самые лучшие элементы из того, что уже было, и объединяет их в продуманной и качественной синергии. Именно таким показателем можно считать новую игру от Supermassive Games, в которой наконец-то именно от ваших действий зависит жизнь или смерть. Всем привет, вы на канале ZenView, и сегодня мы рассмотрим игру The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Мыясним с вами, насколько она интересная и проработанная в сравнении с предыдущими играми данной антологии, и стоит ли тратить на нее свои деньги и время. Так что устраивайтесь поудобнее и не забывайте подписаться на канал. Погнали! В центре истории на сей раз окажутся несколько солдат армии США и еще несколько представителей армии Ирака. Событие развивается в 2003 году, когда США развязали войну в Ираке под предлогом поиска и ликвидации химического оружия, которое якобы где-то там тайно от всех спрятано. Собственно, в начале игры герои получают приказ отправиться и обыскать небольшое поселение на границе Ирака, потому что новейший спутник что-то там обнаружил под землей. Естественно, что все идет по одному известному месту, никакого склада химического оружия нет, а все герои, как бравые американские солдаты, так и не менее бравый боец иракской армии, попадают в подземелья, наполненные страшными и неизведанными существами, древними руинами и еще множеством различных тайн и загадок. Героям предстоит пройти через все ужасы и кошмары подземного мира, обнаружить истинное происхождение местных обитателей, ну и конечно же выбраться живыми, потому что в House of Ashes именно от ваших действий и решений будет зависеть, выживут герои или же сгинут, так и не увидев вновь солнечный свет. Стоит сразу отметить тот факт, что данная игра создавалась в условиях пандемии и удаленной работы, потому в House of Ashes именно геймплея, когда игроку необходимо что-либо делать на геймпаде, крайне мало в сравнении с предыдущими играми данной антологии. Большую часть времени, по ощущениям процентов 70, вы будете просто смотреть кино на движке игры. И тут можно было бы сказать, фу, нафига мне смотреть кино, а не играть, но не спешите с выводами. Несмотря на то, что непосредственно действий от игрока стало меньше, теперь даже самое, казалось бы, малозначимое действие или зафейленное QTE будет иметь последствия на все, что произойдет дальше. В данном плане House of Ashes намного продуманнее, чем Man of Madden или Little Hope. В моменты, когда все-таки необходимо будет нажимать кнопки, вам предстоит управлять персонажами и проводить их по относительно замкнутым и не особо обширным участкам локаций. Выбирать варианты ответов в диалогах, судорожно прожимать QTE, особенно если вы решили играть на максимальном уровне сложности. Да, в House of Ashes наконец-то есть аж три уровня сложности, от которых зависит сложность всех QTE в игре. Обшаривать каждый уголок локаций в поисках секретов и картин подсказок, читать множество различных записок, наводить прицел и условно стрелять во врагов, а также в House of Ashes вернули моменты, когда вам будет необходимо нажимать кнопку в нужный момент в такт с сердцебиением, чего не было в Little Hope. Интересным нововведением можно считать видеодневники, при нахождении которых вы будете смотреть небольшие ролики, стилизованные под документальную съемку, в которых вам будут раскрываться история, произошедшая десятки лет назад. По аналогии с Little Hope, игра будет визуально предупреждать вас о том, в каком месте на экране появится кнопка для выполнения QTE. В целом, картинка выглядит хорошо, особенно при игре в 4К с HDR. Постановка света, как всегда, на очень хорошем уровне. Постановка и режиссура сцен, и в особенности боевых моментов, очень достойная. Лицевая анимация, да и проработка лиц также очень качественные, хотя иногда видно косяки в анимациях лиц, что скорее всего связано с тем, что игру сделали всего за год в условиях удаленной работы. Это также, скорее всего, является причиной того, что в некоторых местах видны полигоны объектов камней и размытые текстуры. Иногда часть окружения кажется менее проработанной, чем все остальное, ну и конечно же, извечная болезнь движка Unreal Engine дает о себе знать, потому вы будете иногда видеть подгрузку текстур и различных объектов окружения, даже играя на SSD-винте. Но в целом, из-за того, что смотреть приходится больше, чем непосредственно играть, за счет общей картинки и постановки, реально создается ощущение, что вы смотрите голливудский боевик с хоррор-элементами. Здесь даже будут взрывающиеся вертолеты. Любимый элемент Майкла Бэя. Ну а теперь о самом вкусном. В House of Ashes наконец-то любое ваше действие, даже малейший чих, будет влиять на развитие истории. Здесь даже нахождение некоторых предметов на локации влияет на то, что случится далее. Например, вы можете найти аптечку, а можете ее профукать и опачки, уже почти под самый финал игры. А кажется, то, что без данной аптечки, герой или герои, все зависит от ваших действий и решений, не смогут залатать свои раны, что впоследствии приведет к проливанию ими крови и усложнению общей ситуации в игре. В каком-то моменте вы можете зафейлить QTE, из-за чего пострадает другой персонаж. В некоторых моментах вам так и вовсе может понадобиться вообще ничего не делать, несмотря на то, что игра будет активно показывать вам кнопки QTE и другие действия. Также в House of Ashes наконец-то вновь заработала система взаимоотношений между персонажами. Теперь реально от того хреновые отношения, или же наоборот хорошие, будут меняться диалоги, будет усиливаться агрессивный или наоборот более дружелюбный настрой. В какой-то момент персонаж, которым вы даже не будете управлять в данной ситуации, может автоматически принять решение слить другого персонажа, просто потому, что за время игры вы своими действиями угробили их взаимоотношения в хлам. А что самое крутое, так это то, что взаимоотношения могут ухудшаться или улучшаться не только от вашего выбора в диалогах, но и от других решений и действий, которые вы будете принимать во время игры. Банально, согласитесь взять гранаты с белым фосфором или нет в самом начале игры, скажется на отношении персонажей. Более того, в игре действительно очень легко сделать, чтобы все персонажи померли, причем смерть подстерегает реально в любой момент игры. А главное, от того, какой персонаж и когда помер, зависят моменты с раскрытием некоторых сюжетных подробностей. Самое забавное, это то, что вы можете довести всех персонажей живыми до самого финала и потом лихо слить всех просто в одном месте, если запейлите кюте моменты. Так что в House of Ashes действительно работает постулат, от ваших решений зависит все. Персонажа Куратора в этот раз, по моим ощущениям, стало гораздо меньше в игре. Он появляется реально достаточно редко, да и в целом, как и раньше, ничего важного и критического для сюжета и игры в целом он за собой не несет. С ним все та же проблема, что и ранее. Почему-то разработчики так и не смогли сделать функцию считывания сейвов на консоли, для того, чтобы если у вас есть установленная и пройденная хотя бы одна из предыдущих частей, Куратор приветствовал вас как старого знакомого. Так что он по-прежнему просто рассказчик, общающийся со всеми одинаково, как с новичками. Режим Куратора в этот раз заметно хуже и слабее, чем в предыдущих играх. Реальных отличий от театрального режима почти нет, за исключением парочки небольших моментов, в которых вам показывают невиданные ранее места и дают поиграть за других персонажей. Но где-то процентов на 80 режим Куратора один в один повторяет театральный режим. Возможно, именно поэтому все ачивки в House of Fashes можно легко выбить в театральном режиме. Для любителей выбивать из игр 100% или платину есть интересная новость. Дело в том, что в House of Fashes самые сложные по своим условиям ачивки из всей антологии. Для выбивания 100% или платины вам предстоит пройти игру не один и даже не два раза. Потому что в одном заходе вам нужно сделать, чтобы выжили все. В другом сделать так, чтобы один персонаж автоматически принял решение слить другого. В третьем выполнить определенный ряд условий на протяжении всей игры. И после сделать так, чтобы в живых в определенный момент в игре осталось два конкретных персонажа и между ними стригерился нужный диалог. Самое трудное, судя по проценту ее получения, является ачивка сделать так, чтобы три разных персонажа убили врага при помощи ультрафиолетовой лампы. Пока я разобрался, как именно это сделать, я прошел игру несколько раз. А после было еще несколько прохождений, потому что оказалось, что на процесс передавания ультрафиолетовой лампы между персонажами влияют не только ваши действия во время кутыне и других моментов, но и уровень взаимоотношений сразу между несколькими персонажами. На удивление, очень приятный момент, которого, опять же, не было в предыдущих частях, теперь во время титров вы будете наблюдать постановочную кат-сцену, в которой вам покажут, что произошло дальше, после того, как все персонажи выжили, или же все померли, или же кто-то выжил, а кто-то помер. В общем, даже титры в игре стало интересно смотреть. The Dark Pictures Anthology House of Ashes однозначно самая продуманная игра в данной антологии. Она намного ближе к уровню проработки игры Until Dawn в плане хитросплетения решений и результатов. Сюжет, конечно, в разы слабее и больше похож на стандартный хоррор-боевик, хотя даже хоррора в игре не особо много, скорее триллер. Также в игре заметно много косяков и недоработок, из-за того, что она разрабатывалась в сжатые сроки, да еще и в режиме удаленной работы. Но это однозначно классная игра, без доната, гринда и дрочильни, которая увлечет вас примерно на 5 часов. Так что если вам нравятся такие игры, то я вам настоятельно рекомендую поиграть в House of Ashes. Она стоит 30 долларов, либо же вы можете взять сразу пак с тремя частями антологии за 60. Если же вам не нравятся интерактивные фильмы, то лучше проходите мимо, ну или посмотрите данную игру на YouTube. Ну а теперь подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали этого в самом начале ролика. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите комментарии и переходите смотреть другие видео, доступные на канале. Больше лайков, больше желания делать новые ролики для вас. С вами был Дзен Ю, увидимся с вами буквально через минуту, если вы перейдете смотреть остальные ролики на канале. Всем приятного времяпровождения!